День Крещения Руси День Крещения Руси День Рождения Волейбола Здорово, много креативных людей, позитивных вообще, отличная погода, порадовала. Атомный угар вновь на берегу водохранилища. Прямо сейчас об этих и других новостях подробнее. 28 июля православные россияне отмечают День Крещения Руси. Это праздник в честь одной из главных вех в истории государства. В этот день проходят богослужения и культурные мероприятия. Как прошел День Крещения Руси в Десногорске, смотрите в нашем сюжете. В этот день во всех храмах проходят торжественные богослужения и освящение воды в память того, как в 988 году в водах Днепра крестили наших предков. Русская Православная Церковь 28 июля чтит память равноапостольного великого князя Владимира, крестителя Руси. Утверждение христианства на Руси оказало большое влияние на сохранение целостности России в сложные исторические периоды, способствовало единению государства, его процветанию. Десногорцев с праздником поздравили епископ Рославский и Десногорский Милетий и глава города Андрей Шубин. Православие способствовало расцвету культуры и просвещения, укреплению российской государственности. Желаю всем жителям и гостям Десногорска счастья, новых духовных сил, удачи и благополучия. В списке памятных дат праздник официально появился не так давно – 8 лет назад. В этот день зрителей порадовали выступления участников вокальных коллективов города. Десногорцы поделились с нами мнением, как они относятся к православному празднику. Для русского народа это, в общем-то, нормальный праздник, хороший праздник. Считаю, что люди должны это знать, должны это чтить. Я считаю, что это очень значимый праздник, крещение Руси, так как объединение всех-всех людей дает какое-то единение духа, единение силы. Перевернул полностью историю нашу. Князь Владимир внес очень большой вклад в это, и, наверное, все-таки наша история повернулась в другое русло. Минувшее воскресенье в нашей стране отмечали день военно-морского флота. Это дан чести и славы военным морякам всех поколений, их матерям и женам, близким, выдержавшим боль, разлуки и тоску ожиданий. Это память России о морской славе. В Десногорске в этот день состоялся традиционный митинг у памятника погибшим морякам. Подробности в нашем следующем сюжете. Право поднять флаг было предоставлено старшему мичману запаса Петру Якубишину. В этот день свой профессиональный праздник отмечают все те, кто стоит на стражу морских рубежей России, кто связал годы жизни и службы с обеспечением боеготовности кораблей и частей ВМФ, те, кто хоть когда-то имел отношение к морю. Поздравить десногорских моряков пришли почетные гости, руководство города и станции, депутат областной думы и председатель Совета ветеранов города. Уважаемые моряки и ветераны флота, позвольте выразить вам искреннюю признательность и благодарность за доблестную службу и верность долгу. От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья и благополучия. Пусть этот праздник всегда будет мирным и радостным. С праздником! Заслуженный военный лётчик СССР, генерал-майор авиации Евгений Михайловский поздравил моряков от имени Совета ветеранов города Рославль и вручил памятный подарок председателю Совета ветеранов Десногорска Игорю Журавлёву. Председатель Десногорского морского собрания Александр Терентьев зачитал поздравления от Смоленской региональной общественной организации и вручил грамоты морякам за активную общественную работу по патриотическому воспитанию молодёжи и пропаганде традиций военно-морского флота. На сегодняшний день в Десногорском морском собрании состоят не только ветераны военно-морского флота, но и судостроители и судоремонтники. Всего 53 человека. Для каждого из них море – это не просто слово. И хотя их плавание уже в прошлом, море навсегда останется в их сердцах. Вспоминается, к сожалению, ухота вернуться снова на север. Конечно, скучаю. Порой даже снится, как будто заново служу. Словами Николая Рубцова можно сказать, в море уходят, не рады славы. Труд там до синих жил. В море уходят не просто плавать, в море уходят жить. Этими словами, наверное, всё скажут. Все присутствующие минутой молчания почтили память тех, кто погиб, исполняя свой долг, кто так и не сошёл на сушу. А затем возложили цветы к памятнику погибшим морякам. Море – это всегда романтика. А что может быть романтичнее, чем идти по прозрачной глади воды под парусом? Именно так на всех парусах решили отметить День военно-морского флота, любители ветра, скорости и воды, бьющейся о борта. 29 июля Смоленская Федерация парусного спорта провела на берегах нашего водохранилища парусную регату. Подробности далее. Это традиционное ежегодное мероприятие. Парусники собираются на него не только из Смоленской области, но и из Московской. Регата проводилась по двум направлениям – яхты класса «Микро» и «Катамараны». Каждый экипаж состоял из двух человек – всего 15 команд. За два дня пройдено пять заездов на разную дистанцию. В первой команды прошли длинную до профилактория лесная поляна, во второй – более короткую до плотины. Маршрут проходил по треугольнику, огибающему буйки на начальных и конечных точках. Погода благоприятствовала спортсменам. Сегодня все выдалось как идеально. Солнце, воздух и вода. А тут еще и так сочетание хорошее. А еще для парусников важно, еще четвертая составляющая – ветер. А сегодня он был. Поэтому все, думаю, очень довольны. Три минуты до старта. Флаг поднят. Затем сигнал в гудок, и спортсмены понимают, что гонка началась. Соревновались по приходам без гандика. По соблюдению правил и спортивное поведение обязательны. На ветреный уступает место подветренному, а левый – гал справому. Участники регаты вели себя корректно и по-спортивному. Благодаря этому состязания прошли в дружеской атмосфере. Акваторию нашего водохранилища для занятий парусным спортом оценили все на отлично. Десногорское водохранилище, оно в принципе изолированное. Но здесь прекрасное место, хороший ветер, хорошие люди и вообще гонятся замечательно. Здесь отлично, это много воды, много ветра, но то, что надо для нас, для этих самопарусятников. В результате упорной борьбы в классе катамараны 13 квадратных метров первое место занял катамаран М161 под управлением Владимира Успенского. Второе и третье места у Белоклоковых на катамаранах М948 и М566. В классе микро первое место у яхты «Смолевич» под управлением Юрия Беркова, второе у «Стеллы» Андрея Зандеева и третье – Владимир Семков, яхта «Виктория». Все победители и призеры получили грамоты и призы от Смоленской Федерации парусного спорта. 28 июля в нашей стране отмечается как день рождения волейбола. В этот день, в 1923 году, состоялся первый официальный волейбольный матч на территории нашей страны. Далее волейбол развивался в нашей стране семимильными шагами и стал одним из самых популярных видов спорта. И в то же время одним из самых успешных с точки зрения выступления наших клубных и сборных команд на международной арене. По случаю этого праздника Десногорск не остался в стороне. На уличных площадках физкультурно-оздоровительного комплекса «Десна» прошли соревнования по пляжному волейболу. В турнире приняло участие более 70 человек, причем больше половины из них – это дети. Ведь именно дети больше всего любят подвижные командные игры. И этот вид спорта очень популярен у них. Я занимаюсь волейболом уже два года. И соревнования очень отличные, мне они очень понравились. Игра была очень напряженная, но мы старались и выиграли общими усилиями. Мы приехали, переоделись, пошли сюда. Сначала разминались, потом начали играть. Но игры были очень напряженные. Первых соперников мы выиграли партиям 2-1, и вторых тоже то же самое. Всего 26 команд из Десногорска, Смоленска и Дорогобужа. Соревнования получились очень азартными, а сами спортсмены старались показать высокое мастерство и волю к победе. Цель турнира – популяризация здорового образа жизни, а также укрепление дружественных отношений между спортсменами. Десногорские волейболисты выступили очень достойно. Первое место заняли юноши – Данила Скуловатиков, Антон Ефеменков и Михаил Громов. В других возрастных группах десногорцы заняли вторые и третьи места. Победители и призеры получили грамоты, медали и подарки от профсоюза Смоленской атомной электростанции. Вот уже седьмой раз на берегу водохранилища в районе деревни Богданово весело и оглушительно прошел байк-рок фестиваль «Атомный угар». На сцене зажигали команды из Москвы, Брянска и Витебска. Наша съемочная группа побывала на этом жарком мероприятии. Чистый рок, байки и угар, атомный угар, море общения, позитива и хорошей музыки, впрочем, как и всегда, ждали в этом году гостей фестиваля. В этот раз организаторы решили подарить музыку не смоленского формата, поэтому на сцене отжигали как завсегдатые, так и новоприглашенные команды. В основном это были московские рокеры. Мы сами мотоциклисты, и здесь очень много наших друзей, именно мотоциклистов. И это вдохновляет и придает настроение для того, чтобы дарить наше творчество с радостью для друзей, для наших друзей мотоциклистов. Третий год на фестиваль приезжают участники Смоленского военно-исторического театра «Артбанда Томахагари». На этот раз они устроили настоящее шоу в стиле постапокалиптических миров и безумного Макса. Помимо своего театрального мастерства и владения холодным оружием, они устроили и между зрителями настоящие гладиаторские бои. Надо сказать, что в роли гладиаторов себя хотели попробовать многие. Круто, что интерактивно, что вовлекают зрители в это все действие. За что люблю ребят из Смоленской земли. Всегда очень отзывчивая публика, очень живая. Вот они нам помогают выступать. Без них мы бы не смогли, наверное. Каждый раз организаторы дают жару. Программа фестиваля всегда очень креативна. Кроме хорошей музыки, разнообразные конкурсы, традиционные для байкерского движения. Это сиамские мотомеханики, самый громкий выхлоп, древний мод, бои в грязи, мотоледи и многие другие. Зрители остались в восторге. Шикарно, все клево, обалденно вообще. Уже не первый год приезжаем, уже третий получается. Ну здорово, много креативных людей, позитивных вообще. Отличная погода порадовала. Я вот в этом, ну с юности, лет, наверное, с 15 я еще в школе, там, в 7 классе начал слушать арию. Все мое, мне тут все нравится. И люди, и музыка, какая бы она ни была, какие бы они ни были. Это образ жизни, повод встретиться с друзьями-единомышленниками и оторваться от обыденности. Вторые половинки поддерживают их и помогают. Например, баннер фестиваля вручную нарисовала супруга одного из участников мотоклуба. Моя жена, да, поддержит меня, мне очень в этом повезло, да, и она старается внести свой вклад в это мероприятие. Она старается нарисовать вот такие плакаты. Порядок и безопасность на мероприятии поддерживались силами Россольского отдела полиции и самих байкеров. Каждый из ребят, кто относится к мото-движению, он смотрит за порядком. Фестиваль, впрочем, как и всегда, получился угарный. Атмосфера была фееричной и по-настоящему роковой. И новости о погоде. 31 июля будет малооблачно, днем плюс 25, ночью плюс 17. На сегодня это вся информация. Все самое актуальное и интересное вы можете найти на сайте desnadefistv.ru. С вами была Алина Сазонтова. Оставайтесь с нами. Субтитры подогнал «Симон»!